Всем привет! Сегодняшнее видео о Боярке, вернее о ее новом сквере, который совсем недавно открывали с огромной помпой. И столько было информации в интернете, что мне стало интересно посмотреть на этот сквер своими глазами. Это ни в коем случае не реклама какой-либо политической силы. Просто мы ездим и смотрим, что меняется на Киевщине и в целом в стране. И хотим поделиться своими впечатлениями с вами. Итак, вот он наш умевший сквер. Но даже не сквер, я бы сказала, скверик. Аккуратный газончик, цветочки, туи, лавочки. Лавочек достаточно много. Вот такие декоративные шелковицы. Ну, честно говоря, разговоров было столько, что я думала, что тут, ну, скверище. Ну, так приятное место, но небольшое. В общем-то, тут железная дорога. Вот там лавочки, цветочки. Собственно, это небольшой пятачок. Облагороженный, качественно. Но очень уж маленький. Вот он находится между вот этим зеленоватым зданием и какими-то, ну, не знаю. Тут, в общем-то, центр старой Буэрки, как мне объяснили. И здесь такие шалманы, ну, не понимаю, что. Какие-то киоски, ларьки, самострой. То есть, вот, один самострой. И тут более-менее приличное здание. Вот между этими двумя объектами. И находится вот этот малюсенький пятачок, который с помпой открывали. Так, тут мы видим брендированная урна Буэрка. Так, современные фонари. Лаконичные. И, я думаю, энергосберегающие. Собственно, больше показывать и нечего. Я не знаю, может быть, здесь захотят продолжить этот сквер. Но, хотя сомнительно удовольствие гулять возле железной дороги. Словом, хорошо, но мало. Давайте-ка больше. Ну, как вам сквер? Как относитесь? По сравнению с тем, что тут было. Да? А, что тут было вообще? Мы не видим. Нет, вот я услышала, что у вас тут сквер шикарный. Приехала посмотреть. Ну, не супер шикарный, но хороший. Ну, хоть что-то, да? А что было? Вообще ничего? Ничего. Просто пустырь, да? Той мусор, короче, был, замаскировали. Так что местные довольны. Ну, это я разбалована Ирпенскими парками. А так вот, мальчики пришли посидеть на лавочке. То есть, сквер пользуется популярностью. Итак, в Бойарке я нашла еще одну достопримечательность. Это палатка, в которой, вероятно, живут протестующие, митингующие. Дошка Ганибы, на которой скринник и Зарубин. Я так поняла, что Зарубин – это мэр Бойарки. Так вот, жалуется народ на дерибан Бойарской земли, свавиль для мського головы. И вот ветеранов войны, сирот и многотехнистей не обеспечил мэр пильгами, передбаченными законами Украины. И напоследок немного архитектуры. Вот такое здание есть в Бойарке. Это детский дом, но это здание вообще имеет историческую ценность. Вот памятка архитектуры та истории. Бойарский дитячий притулок, 1911 рік, охраняется державою. Что это памятная доска полковнику армии УНР Євгену Коновальцю, командиру корпусу сечевых турцов, штаб якого вместился у цей будивли у листопаде-грудня 1918 року. Информация для любителей истории. В Бойарке есть кладбище воинов УНР. Но вернемся к детскому дому. Теперь здесь школа. Здесь такие огромные деревья, которым, наверное, столько же лет, сколько и этому зданию. То есть больше ста, как минимум. Так, и вот рядом с детским домом находится Бойарский краеизнавчий музей. Вот кому интересно, пожалуйста, вам расписание. Эта табличка говорит о том, что установлен был памятник Павке Корчагину, персонажу романа Островского «Как закалялась сталь» в 1979 году в Бойарке. Но в 2018 году в рамках декоммунизации его перенесли сюда. Раньше он стоял прямо перед входом в бывший детский дом. Рядом с краеведческим музеем есть стена памяти, посвященная известным людям, судьба которых связана с Бойаркой. Из самых известных композиторов Лысенко художник Богомазов, писателей Самиленко, Натсен и Шалом Алейхин, а также герой Небесной сотни Бочинский. А еще хочу вам подсказать прекрасное место для фотографий, особенно для тех, кто обожает розы. Вот здесь такая прекрасная арка, литая розами. Едьте сейчас, а то вдруг они отцветут, и вам ничего не достанется. Вот это какой-то ресторан в отеле Экватор, и тут рядом стоматология. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди много интересного.